МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жди меня». За прошлую неделю нам удалось найти еще 240 человек. Разумеется, не обо всех, кто нашелся, мы говорим здесь, в студии. Но пусть эта цифра придает силы и укрепит надежду тем, кто верит и ждет. Начинаем? В нашу редакцию обратился мужчина, вы не поверите, которому около 50 лет, снится один и тот же сон. Давайте посмотрим. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Живописное село Хабуме в горах Грузии. Ночь и запах поезда. Этого вспоминания с детства преследует бесика Шенгелия вот уже 50 лет. И наяву, и во сне. Он уверен, что так запомнил родную маму. Когда ехали с мамой, каллюцинации или черные, я не могу сказать. Ну, это тоже переводит меня на ностальгию на этом. И какая-то высокая женщина была высокая и при очках. О том, как выглядела его мама, бесик не знает до сих пор. Всю жизнь он прожил в неведении. Меня сыновили простой грузинской семье. Они меня выросли. Мне плохого ничего не могу сказать, потому что они воспитывали меня нормально, как положено, как воспитывать сына. Мама была очень теплый человек. Она даже не различала, что я приемная и что-нибудь. Она меня воспитывала как своего родного. По каким-то причинам приемные родители много лет скрывали от бесика его происхождение. Пока это не стало очевидным. В школе где-то 12 лет, как-то у меня было, меня уже начали в школе дразнить. Что я русский, то я такой, такой. Но у меня началось обидно. Своим родителям начал требовать, что они мне рассказывали, почему меня так называют, кто я такой в самом деле. Ну, они сказали, что мои родители умерли, при аварии, и они решили с меня взять воспитываться. Позже в семейных бумагах Бесик нашел письма биологического отца, который разыскивал сына. Так выяснилось, что родители Бесика ни в какую аварию не попадали. Прихожу к отцу и говорю, ну, что вот здесь написано? Это же документ, а вы говорите, что это самое? Мои родители умерли. Почему вы меня обманываете? Я уже от злости тоже побольше там наговорил, что не положено было. Ну, мой отец начал обговорить мою маму, свою жену. Почему ты не порвал эти документы? Я же сказал тебе, что это не должно быть. Я взял, он взял эти документы, все, что там было, порвал, и все прямо на огонь. Через три года после скандала Бесик встретил подругу своей биологической мамы. Та рассказала, что от матери его забрали насильно. Через архив женщина помогла узнать Бесику, как звали его отца, Александр Алексеевич Краснов. Где его искать было непонятно, да и неудобно обижать родителей, которые его воспитали. Поэтому на поиски Бесик решился только после смерти приемных отца и матери. Он отправил письмо в программу «Жди меня» с просьбой найти в России своих биологических родителей. Это есть моя судьба. Хоть найдется, хоть не найдется, все равно спасибо вам. Это моя семья. Это моя супруга. Это мой сын Николозин. Еще в армии он выучил русский язык и теперь учит ему сына, чтобы тот знал свои корни. О, овощи. Это? Морковка. Морковка. Найдет ли он своих родных? Сам Бесик в это не верит. Я никогда не думал, что я кого-нибудь найду. Ну, я всегда читал, что не везучий. И думаю, до сих пор так. АПЛОДИСМЕНТЫ Бесик прилетел в Москву. Бесик, проходите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы действительно считаете себя невезучим? До сих пор читал. Нет, серьезно? Да. Что же вы тогда к нам приехали? Ну, вот. Неужели нет никакой капельки надежды? От вас зависит моя судьба. Вы сейчас говорили в сюжете, что о том, что ваши биологические родители живы, вы узнали от какой-то женщины, от подруги вашей матери, да? Да, они вместе работали. Ваша мама русская, получается, была? Да, русская. Как она оказалась в этой грузинской деревне? Ну, этого не могу я сказать, потому что я об этом ничего не знаю. Я знаю то, что они с отцом разошлись, и она собиралась, и все грузио. Вам сколько лет тогда было? Тогда было у меня больше 3 года. А маме сколько примерно лет? Ну, я читаю, что она была очень молодая, где-то 21. Да, примерно я так представляю. То есть она вас родила совсем юной девочкой, 18 лет? Да, да, да. А об отце что известно? Ничего, да. Ничего не могу сказать про отцу. Просто недавно я нашел записку, что он вынужден согласиться в суд, он не может приехать в Грузию, из Кемерово. И подробности какие-то, истории, которые вам рассказала эта женщина-подруга вашей матери, вы узнали, почему отобрали ребенка силой? Кто отобрал? На каком основании? Она была молодая, вынудили так, как она мне рассказала. Ну, после этого, и у меня было это очень трудно пережить. Вы думаете, что вас незаконно усыновили, да? Вынудили. Вынудили? Я думаю так. То есть ваши родители хотели... А у них не было своих детей? Вы были один? Нет, у них были дочери, но они хотели сына иметь. Ну, получили меня. Решили забрать чужого сына? У них какие-то были связи, что можно было вот так забрать чужого ребенка, усыновить? Это было, это вообще-то нередкий случай было. Нередкий случай даже? Чаще происходило такие. Страшно. Бесик, я хочу показать вам одну историю. Давайте посмотрим. Да, пожалуйста. Он живет с чувством вины почти 50 лет, перед сыном, которого бывшая жена потеряла в Грузии. Прожили мы с женой два года. Согласий у нас не было, она решила, давай, мол, разойдемся, и поживем каждый себе. Когда соскучимся, то, мол, спишемся, сойдемся. Но я этому воспротивился и попросил оставить сына у себя. Но она ни в какую-то, говорит, недостойна этого. Я уехал на сессию сдавать институт. Но она в это время воспользовалась и уехала с сыном на Кавказ. В Омск жена Александра вернулась уже одна. Он не смог добиться от нее внятного ответа, куда делся сын. Начал писать запросы в Грузию. Однако все письма оставались без ответа. После Александра забрали в армию. По возвращении дома его ждали две ужасные новости о том, что жена умерла и что в Грузии у сына появились приемные родители, которые требуют в письменной форме отказаться Александра от его ребенка. Он ничего оставался делать. Ни жилья, ни финансового, ничего у меня не было. Я его содержать в то время не мог. Пришлось написать, что я не возражаю. Я всю жизнь жалел, что написал отказную. Сейчас у Александра Алексеевича большая семья. Он женился во второй раз и скоро уже будет отмечать золотую свадьбу. У него двое детей и четверо внуков. Я всегда знала, что у Саши есть сын. И дети мои знают, что у них есть старший брат. Внуки тоже знают старший, что есть дядя. Найти не удалось нам, а когда появился компьютер, стал сын искать. Вот сколько лет не мог найти. С восьмого, с седьмого, он там, ну, года, две тысячи. Постоянно заглядывал на сайт «Жди меня». Заявок не было. Надежды с каждым годом все таяли, таяли. Ну, а вот тут получилось, что как-то заглянул. Смотрю, заявка висит, что отца разыскивают. Ну, понял, что все. Брат нашелся. Сынок, я, конечно, волнуюсь сейчас. Я люблю тебя. И любил. И мне даже, даже вспоминая те моменты, когда ты меня обнимал руками за шею, мы с тобой играли, веселились. Но все это не возвратишь. И просто я сейчас хочу тебя увидеть, узнать, увидеть, какой ты есть. И вот сейчас я на пенсии, на костлях. Но я попытаюсь, попробую и все, приложу всю возможность с тобой, встретиться с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вам поменяли имя в Грузии, когда вы были, жили со своим отцом. Вас звали Александр. Да. Потом новые родители вам дали другое имя. Но ваш отец приехал встретиться с вами. Идите встречать его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проходите, давайте присядем. Давайте присядем. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, Бесик, не будем больше себя называть неизучим, правильно? Нет? Нет. Ну вы знаете, Бесик, на самом деле вы не только не невезучий, вы вообще свое везение транслировали в мир, в космос, я бы сказала. Давайте сейчас посмотрим. Когда нашелся отец Бесика, выяснилось, что сам Бесик потерялся. Те данные, которые он оставил нашим редакторам, оказались неверными. Пришлось заново искать самого заявителя. Для этого наша поисковая группа обратилась за помощью к добровольным помощникам в Грузии. Поиски начались сразу в нескольких регионах. В Тбилиси из 143 помощников выбор случайно пал на Викторию Гуджиджани, которая тоже давно ищет своего папу. Я давно ищу своего отца и подумала, что поскольку между Грузией и Россией такие тесные связи, я могла бы тоже кому-нибудь помочь, если понадобится. Волонтерство – это такая вещь, которая, наверное, необходима всем людям. Удивительным образом, в тот день, когда Виктория откликнулась на призыв о помощи, на горячую линию программы «Жди меня» позвонил ее папа, Владимир Михайлович Николаев. С 2001 года оборвалась связь. Ну, я поменял адрес учительства, и выходит, что... И она тоже, потому что я неоднократно писал письма, дозвониться не мог. А письма, которые я посылал, они оставали без ответа. Много лет они писали друг другу письма, искали по старым адресам, но найтись так и не смогли, пока Виктория не догадалась написать заявку в программу «Жди меня». Все жду, жду, да, все никак. Ну, конечно, надеюсь, и потом я надеюсь, что человек будет жив-здоров. Все эти дни после первого обращения в программу я места не нахожу себе. Честно, честно, просто честно. Что-то делаешь, ходишь, разговариваешь, а все как-то... Мысли все там. Когда редакторы программы «Жди меня» сообщили отцу координаты дочери, он тут же ринулся ей звонить. Алло. Да. Алло. Алло. Вика. Папа, это ты? Я, да. Ты где? Я в деревне. В какой деревне? Ой, в Рязанской области, Вика. Алло. Алло. Сейчас, подожди минутку. Ну, подожди, ну, они платья. Я тоже буду в деревне. Ладно, успокойся. Сейчас, подожди, все. У тебя что, хорошего не будет сказать? Все хорошо? Все нормально, да. Ну, слава богу. Я видел, видел, последний раз, 96-й год был, да? Да, когда... Да, да, 96-й был, когда Гивико только родился. Да, да, он сейчас уже, наверное, взрослый парень, 23 уже, наверное, да, ему? Да. Не женился еще? Нет. А, понятно. А ты где сейчас там, в телестудии, что ли, сидишь? В какой телестудии? Сижу на дворе, в сельском доме, в деревне, в телестудии. А погода хорошая? Ну, я сижу на солнце, правда, ветер сильный, а так солнце, да, да. Слава богу, господь все-таки свел, сделал это дело, как хорошо, слушай. Я даже не ожидал. Я сколько мучился, сколько думал, передумал. Уже и всякие представляли, представлял, что там случилось, может, что приключилось. А? Ну да, хорошо, ладно. Ладно, успокойся, успокойся. Ладно, сейчас, если телефоны будешь менять, уже сообщай. Хорошо, хорошо. Ладно, Михаил. Ладно, все, целую, я тебя крепко прошу. Целую тебя крепко, я тебя тоже. До встречи, давай. Давай, да. Пока. Пока. Поеду. Извините. Не люблю, конечно, когда рыдает. Спасибо вам большое. Лесо, ваше везение, ваше везение передалось прямо и нам тоже. Ну, как бы, сейчас, может быть, даже и какими-то узами связанными, которые мы сами не понимаем. Удачи вам. Спасибо вам большое. Счастливого вам пути друг к другу. Вы видите, не два человека нашлись благодаря вам, а четыре. Если бы вы не искали своего отца, она бы никогда не нашла своего. Да. Благодаря тому, что вы отправили эту заявку на поиск, благодаря тому, что ваш отец вас искал. Вот, и еще два человека нашлись. А вы говорите, невезучие. Вот все бы такие невезучие были, правда? Два дня рождения, две мамы, два отца. Правда, один из них даже не знает о том, что я жива. Такую историю нашим редакторам рассказала Елена Поленица. Давайте посмотрим. Елена Поленица выросла в приемной семье. Ее удочерили сразу же после рождения. Об этом она узнала еще ребенком. Услышала обрывки фраз, которые доносились из кухни во время ссоры родителей. Мне было 13 лет. Единственный вопрос у меня был в голове моей. Почему? Почему я? Почему со мной это произошло? Почему именно меня оставили? Почему именно меня отдали? Елена узнала, что маме было всего 18 лет, когда она забеременела. Папа будущего ребенка служил на военном аэродроме недалеко от села Барановка в Саратовской области. Там они и познакомились. Было это в 1982 году. Деревня. Молодая девчонка, 18 лет, не замужем. Родители, отец ее сказал, с ребенком можешь идти куда хочешь, а без ребенка можешь возвращаться. Папе, когда сообщили моему биологическому отцу, что мама беременная, он молодой мальчишка, естественно, испугался. И, закончив службу, он уехал к себе на родину. Когда мне был год, он все-таки набрался, наверное, смелости и мужества. Он приехал к родителям моей матери. Дед ему сказал, что мама вышла замуж, а ребенок умер. То есть отец даже не знает вообще, что я живая. И никто не знает, как сложилось ему сухло дальше. Может быть, человек всю жизнь себя винит за то, что он виноват, может быть, в том, что произошло. Когда Елена узнала подробности своего усыновления, то захотела встретиться с биологической матерью. Через приемных родителей выяснила, что та живет до сих пор с дедом. И приехала их навестить. Когда мы приехали к деду, он сразу узнал меня, сказав такую фразу, ты очень похожа на своего отца. Мне бы очень хотелось познакомиться с ним, чтобы узнать свои молдавские корни. Чтобы пообщаться с ним. Я думаю, что отец должен знать правду. Несмотря на все случившееся, Елена не жалеет, что выросла вдали от родной матери. Даже если вы меня спросите, хотел бы я что-то изменить, если бы была такая возможность. Нет. Я бы хотела, чтобы все осталось именно так, как было. Единственное, что хотела бы изменить Елена, это найти своего родного отца. Человека, который ее не предавал и которого жестоко обманули. Через интернет она узнала, что, возможно, папа живет в Молдавии. Но так ли это? Елена обратилась за помощью в программу «Жди меня». Главное, я хочу его найти. Главное, я хочу узнать, как он относится к этому всему. Я очень хотела бы увидеться. Ну и, наверное, где-то в глубине души я все-таки... Наверное, хотела бы все-таки с ним создать это уютное общение именно отца и дочери. Елена сегодня с нами в студии. Елена, идите к нам. Спасибо. Вы так много знаете о своих биологических родителях. Кто вам помог это выяснить все? Ну, я разговаривала со своей мамой приемной. Ну, вот она мне рассказала все, что она знала. А что это за история с двумя днями рождение? Что это такое? Ну, я родилась 13 августа, получается, в 83-м. А удочерили меня 17-го. То есть в паспорте я записан как 17-го. Но справляют два дня. Скажите, ну вот вы видели деда, да? Того самого человека, который, собственно говоря, явился причиной того, что вы прожили всю свою жизнь в приемной семье. Какие у вас были чувства, когда вы его увидели? Смешанные. Это, наверное, единственный человек, на который я больше всех держала какую-то обиду некую. А как он отреагировал? Он меня узнал. Сразу узнал? Хотя не видел никогда до этого жизни? Никогда не видел. Он меня узнал. Мы поехали туда с дядькой, с моим. Вообще дядька начал с ним разговоры. Я потому что как-то, ну, я постеснялась. А дядя по приемной линии, да? Ну, я их не считаю как приемной. Для меня это самые родные, как говорится. К счастью, когда хорошие люди. Фотографии отца удалось найти? Нет, ни фотографии отца, ни мамы. То есть вот таких фотографий не сохранились. Ну вот вы в сюжетке сказали, что он из Молдовии. А где конкретно? Ну, мама сказала, что он из Гагаузии. А откуда именно, она не знает. Это я уже через интернет нашла, какие села, поселки. Вот по справочнику искала пофамильно. Единственное, нашла я где-то, это в Чокмайдане. Вот село там такое есть. А вы на него не обижаетесь? На отца? Что сбежал? Вот может быть, если бы он не сбежал, то дед, может быть, как-то вынужден был бы дать согласие на брак. Все возможно. Может быть, это мой какой-то стереотип, я его оправдываю даже где-то. То, что молодой, да, испугался, но он вернулся. То есть он одумался, он принял, он понял. Может быть, с родителями поговорил. Все-таки здесь его тоже нельзя видеть. А сколько маме было лет тогда? 18. А ему? Ну, из-за расчета того, что он в 83-м закончил службу, я думаю, что лет 20 было. Ну да, совсем дети. То есть молодой. Ну, конечно, конечно. Поэтому, не знаю, я его не виню. Ну, вот по тем данным, которые вы, собственно говоря, нам прислали, мы отправили в Чокмайдан нашу съемочную группу. Давайте посмотрим. В Молдавии фамилия Барбарош весьма распространена. Особенно на юге, в Гагаузии. Барбарош переводится с молдавского как «красная борода». Вовсе не потому, что среди гагаузов много рыжих. Скорее, наоборот. Просто народ этот тюркоязычный. А в старину мужчины красили бороды хной. Традиция давно забыта. А фамилия прижилась и осталась. В селе Чокмайдан живет много семей по фамилии Барбарош. Конечно, среди них и много мужчин по имени Петр. Здравствуйте. Вы Петр Барбарош. Барбарош Петр Петрович, да. Вы где служили? Служили в Дальнем Востоке. В Хабаровске. В Хабаровске вы служили? А какого вы года рождения? В 1932-й. Барбарош Петр Георгиевич, в 1962-го. А вы Георгиевич? Да. Вы в 62-го. Ну, может быть, вы в армии служили? Я в Латвии служил. Да, тоже. Тоже Барбарош? А вы какого года рождения? Я в 63-ю. Молодой. Ну, вас как зовут? Илья Николаевич. Илья Николаевич вас зовут. А Петров у вас нет в роду? Петров Петрович и Барбарош? В Аргейский район, в село Чегорин. Так. А он какого года рождения? Он в 57-м. Я тоже девичья Барбарош, но Петровна. И вы Барбарош? Да, я тоже Барбарош. Вот кто здесь Барбарош еще? Все Барбароши тут. Все Барбароши? А вы все родственники или... Однофамильцы. Вы все однофамильцы? Есть и родственники, но и однофамильцы больше. Мы разыскиваем Петра Петровича Барбароши. Дочка его ищет. Ее зовут Елена. Она очень похожа на своего отца. Она живет в России, но похожа на отца Гагауза. Да, она дала за это. Ни на кого не похожа? А ну, не знаю. Николай Даниловича дочка есть в попе. Да вы что? Ну, серьезно. А Николай Данилович у вас какого года рожден? 52-го. Нет, может быть, это двоюродный вот этого Петра Петровича. Может же быть? Нет. Купер. А не Зотович, не Барбароши? Ну, вообще черты такие местные, да? Гагаузские такие. К сожалению, в Чок-Майдане Петра Петровича Барбароша, который бы полностью отвечал запросу Елены Поленицы, не оказалось. Поиски продолжаются. Ну, вот видите, как Елена, к сожалению, в этой деревне как-то нам не удалось найти вашего отца. Но я уверена, что после того, как этот сюжет будет показан, будут отклики обязательно. По-другому быть не может. Даже не займевайтесь, просто ждите. Спасибо. Если кому-нибудь известно что-нибудь о Петре Петровиче Барбароши, который родился примерно в 62-м, 63-м, 64-м годах, который служил в селе Багай-Барановка Саратовской области, пожалуйста, позвоните нам на нашу горячую линию. Мы будем очень ждать. Ну, а мы на минуту вернемся в Чок-Майдан. Поскольку пришедшие тоже ищут своих близких. Давайте посмотрим. Кого вы родите? Здравствуйте. Я ищу брата Барбароши Ивана Петровича, 61-го года рождения. Он уехал с Террасполя в 2001 году в Москву. И с того времени мы его не знаем, где он. Добрый день. Я по девичьей кружка Александра Алексеевна, а брат безвести пропавший кружка Михаил Алексеевич. 59-го года рождения. Пропал в 1996 году. Уехал везти груз и в Николаевской области пропал. Еще пропала мужа-сестра. Вестерчан Мария Семеновна. 70-го года рождения в Донецкой области. Короче, ушла из дома утром. Ребенка с 6-ти годовала и оставила дома. Ушла и больше не вернулась. Потом эту девочку удочерила соседка. Я ищу брата Тонку Петр Фомич. С 57-го года рождения. Меня зовут, фамилия Тонка Николай Фомич. Уехал в Волгоградскую область, потом переехал в Ростов. До 2008 года примерно держали связь. Потом связь пропала, я больше ничего о нем не знаю. Рассказывайте, кого вы имеете? Здравствуйте. Я по мужу Тонку Софье Ивановна. Я ищу брата. Он пропал в 1997 году. Последний раз я его видела. Он уехал в Шепетовский район, Хмельницкая область, поселок Серединцы. И уже 21-й год мы не знаем ничего о нем. Если ты слышишь и видишь, то, пожалуйста, мы ждем тебя в селочек Майдан. Приезжай. Двери всегда открыты для тебя. 43 года мы как женаты. Он все и ищет своего брата. Как его зовут? Мы не знаем. Его звали Петя. Мама говорила, что Петя. Родители выехали после этих голодовки, выехали в Азербайджан. В Грузию. Они говорили в Грузии. В Грузии. И, значит, восьмимесячно там родился мой брат. И родители по каким-то обстоятельствам отдали ребенка какой-то семье. И родители приехали обратно, ребенка оставили. И потом в 1969 году брат приезжал домой. Он вырос? Он знал? Да. Наверное, где родители дали. Просто перепутал Чадыр, Чокмайдан. Тоже начали. И родители с примарей, тогда был сельский совет, приехали домой, сказали об этом. Вот ваш сын ищет вас. И он по каким-то обстоятельствам его не принял. Папа не принял. Этот примар позвонил ему лично. И сказал, твой отец тебя не хочет видеть. Не хочет видеть. И он уехал обратно. И он уехал обратно. Больше ничего. Если вы можете помочь нам, напишите на наш сайт. Или позвоните на горячую линию по номеру, которую вы видите на экране. Вы знаете, историю, которую мы сейчас вам покажем, началась во время дежурства нашей мобильной редакции на площади трех вокзалов. К палатке социального патруля подошла женщина, Екатерина Шихович, и сказала, что потеряла память. Она не помнит, как оказалась на улице, но точно знает, что у нее есть двое сыновей. У меня два сына потерялись. Куда ни обращалась, не получается. Я с Рыбинска, Средславской области. А дети куда ваши пропали? Здесь, в Москве пропали. Вот я приехала их искать, и не знаю, два года еще. А как зовут ваших сыновей? Старший Вячеслав Валерьевич Шихович, 77-го. А второй, 88-го года, Евгений Валерьевич. Шихович. Шихович, да. Буквально на следующий день после эфира в редакцию позвонил сын Екатерины. И выяснились невероятные подробности. Оказалось, что женщина, которая много лет живет на улице, осталась без дома, потому что спасала сына. Посмотрите. С мамой последний раз мы виделись два года назад. Можно сказать, что разлучила нас авария. Четыре года назад я с друзьями попал в аварию. Нас въехал на машине пьяный водитель. Все друзья мои погибли, остался я один. Меня отвезли в больницу, и я впал в кому. Три месяца я пролежал в коме. Чтобы меня спасти, мама продала все, что было, отвезла в Москву в больницу. Она меня спасла, но мы остались ни с чем. В итоге меня и маму определили в социальный дом. Пока она меня лечила, у нее ушло здоровье. И однажды из этого дома она ушла. Я искал ее, но я не мог ее найти. А потом я ушел с этого дома. Был еще брат старший, но я потерял его. Я не знаю, где он, чего. Я много раз пытался найти работу, но меня не брали без документов. А документов у нас нету. Мы считаемся беженцами из Узбекистана. Там мы все продали за копейки. Уехали, постарались сделать документы, но не получилось. После долгих скитаний и поисков матери Евгений уехал в Ярославскую область, где устроился разнорабочим. Сейчас он радуется тому, что нашел мать, но не понимает, что делать дальше. По факту он сам находится в тяжелой жизненной ситуации. Работает за еду и кров. Вот здесь я живу. Вот я сплю. Вот готовлю вот здесь. Иду. Кушаю я вот здесь. Маленькие коровы. Это вот козочка моя маленькая. Да, Маша? Вместе со съемочной группой программы «Жди меня» Евгений поехал в Москву. Я хочу найти маму, быть с ней. Я не знаю, что будет. Но факт в том, что все-таки вместе мы сможем выжить. Евгений очень волновался, что не найдет маму. Ведь никаких гарантий, что мама придет на то же место, не было. Здравствуйте. Вот. Вы не видели ее? Видели. Она приходит к нам. Ну, сейчас нету, не должна подойти. Вы не знаете эту женщину? Видите, я фотографирую. Не видите права. Здесь она, я ее видела. Ищите ее или на... И она приходит иногда сюда кушать. И часто, и часто она приходит. И она приходит кушать. Мы обратились в социальный дом, чтобы Екатерина с Евгением обрели крышу над головой. Сегодня приехал Женя с мамой. Тут, в принципе, как раз для них и место. Если нету жилья своего, то здесь они могут прожить довольно-таки долго, восстановиться, социализироваться, потому что мы оказываем помощь в восстановлении документов. Здесь для них созданы все условия. Я очень счастлив. Я вернул маму. Я буду возвращать свое здоровье. Самое главное, мы вместе. И мы не будем теряться больше. Вот видите, как бывает. Слава тебе, Господи, что они нашлись. Если вы видите человека, который попал в беду или бездомного на улице, подойдите, спросите, как его зовут. Не поленитесь заглянуть на сайт нашей программы и ввести данные этого человека. Вполне возможно, что его уже давно ищут близкие. Иногда к нам приходят такие письма, поиски по которым, ну, кажется, совершенно чем-то нереальным. Но потом, совершенно удивительным образом, все начинает сходиться и люди находят друг друга. Я знаю, что автор одной из таких заявок сегодня находится с нами в студии. Людмила Ивановна, идите к нам, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, кого мы ищем? Я ищу одну очень красивую, интересную, жизнерадостную, доброжелательную, гостеприимную. Ну, не знаю, как я еще и бить это сказать, женщину из Борясии. К сожалению, ну, вот потерялись. И я в суматохе забыла вот ее имя. Как потерялись? Куда-то ехали? Я была на экскурсии. Ну, как, рассказывать издалека? Да, конечно, рассказывайте издалека. По телевизору не один раз сталкивалась с информацией о Ламии Тигелове. Видела научно-популярные фильмы. И вот в этот момент я подумала. Думаю, вот я много где была. В Америке была, и в Миратах, в разных странах. И думаю, вот была в тех местах далеко. А здесь, у нас, в странах СНГ, СМС Белоруссии. Вот есть такое место, о котором так мало информации. Но мне показалось, что это место очень интересное. И я решила туда поехать. Тем более, что я очень давно мечтала побывать на Байкале в интернете. Я, кстати, прочитала, что доступ к Ламе Тигелова, значит, бывает непосредственно, его можно увидеть только в определенные дни. Это было в сентябре, по-моему, 17 сентября 2015 года. И я подурочила свой отпуск, планы, билеты так, чтобы мне в этот день прибыть в Алгинский дацион в Рятии. У меня получилось. В Илан-Удэ села в маршрутку до Ивалгинского дацана. Вернее, подошла к маршрутке. И там не оказывается места. И вот с этого момента поехали. И вдруг одна женщина, таким энергичным, бодрым голосом, говорит, заходи. И на своем языке просит людей подвинуться, найти мне место. На каком с вами? На Бурятском? На Бурятском. Значит, я захожу, и она со мной вдруг взяла вот как опеку надо мной. И она меня прямо за руку говорит, вот мы туда приедем, вот так и так, там, ты знаешь, такое место. Так и так, вот там надо делать так, вот там надо делать там. Одним словом, мне вот эта добросердечность, доброжелательность, она мне так запомнилась, что, ну я ее не забыла до сих пор, но на территории дацана мы с ней фотографировались. Как зовут, вы не помните? Как зовут, к сожалению, не знаю. Она живет где-то километров 100-150 от дацана. Значит, мы договорились, что я потом ей вышлю фотографии, там, обменяемся. Но во время людей было очень много, и мы на территории дацана потерялись. И я все время ее вспоминала, и у меня вот как чувство какого-то невыполненного долга, человечности какой-то такой вот, что вот... Одним словом, я ее не забыла. Короче, нам... И мне очень хотелось ее найти. Короче, бросаемся в поиски. Бросаемся. Наши поисковики люди такие, которые никогда не теряют надежду, никогда не отчаиваются, не опускают руки. Что они сделали? Они взяли циркуль и вокруг Улан-Удэ обвели круг радиусом примерно вот те самые 150 километров, которые вы говорите. Давайте посмотрим сейчас. Как вы думаете, сколько там населенных пунктов? Я как-то не могу... Наверное, очень много, потому что там же селения мелкие, их, наверное, много. Очень много. Да, потому что там как деревушки. 238. Понимаете? А сколько там живет тысяч человек, как вы думаете? Ну, наверное... Полмиллиона практически. Я хотела 300 сказать. 500 тысяч. Но даже если пятая часть из всех этих людей, которые там живут, подходит под описание вот такой женщины среднего возраста, то это 100 тысяч человек. Без имени как мы можем найти? Скажите мне, пожалуйста. Как это возможно? Ну да. Чудеса. Чудеса? Или там, богу угодно, еще можно сказать. Прямо вам непростое уравнение в этом чате. Как мы из него выйдем, я, честно говоря, не знаю. Ну, давайте мы посмотрим, что нам удалось. Давайте попробуем. Я надеюсь. Ивалдинский Датсан – одно из самых известных буддистских мест в мире. Лишь несколько раз в году здесь можно прикоснуться к чуду. Чудом здесь считается нетленный хамба-лама Итигелов. Его тело монахи восемь раз в году выносят из храма, чтобы верующие могли напрямую обратиться к святыне. В этой толпе в 2015 году Людмила Ивановна Бедрицкая потеряла свою новую знакомую. Чтобы ее найти, редакторы «Жди меня» решили использовать главную зацепку – фотографию. В редакцию нашей газеты обратился редактор передачи «Жди меня». Он предложил стать нашей редакцией официальным партнером рубрики в Республике Бурятия. Мы находим заявки в нашем регионе, обрабатываем их и размещаем в газете «Традиция». В рубрике ничего не было прописано, ни фамилии, ни места жительства. После того, как вышел свежий номер газеты, случилась невероятная цепь совпадений, которые не мог предугадать никто. 200 километров от Улан-Удэ, Бичура, самое большое село Забайкалья. В это место буквально на пару дней приезжает Надежда Миттыбовна Санжиевна. Из 9 тысяч человек случайно она встречает на улице свою давнюю знакомую. Кто-то ищет вас. Я говорю, кто же может меня искать? Она говорит, да, кто-то ищет вас. Потом мы на национальной одежде, мы все похожи друг на друга. Она говорит, нет. А вы сходите, пожалуйста, в киоск. И вы там узнаете. И я побежала. В тот день Надежда Миттыбовна обошла несколько газетных киосков. Однако везде газета была уже распродана. Тогда знакомая Людмилы решила отправиться в редакцию. Что хочется сказать? Удивительно, конечно. Время проходит, люди не забывают друг о друге. Это удивительно, что она вспомнила. И, значит, в передаче «Жди меня» ищет это я. Мать троих сыновей, десятерых внуков. И у меня одна правнучка. Дедушка, с которым я проживаю уже 50 лет. Конечно, я бы хотела пригласить Людмилу еще раз к нам, в Бурятию. Конечно, сейчас было бы такое близкое общение. Попить чай, показать наш прекрасный город, наши театры, музеи, дацаны. Конечно, я хочу, чтобы она в обязательном порядке поехала еще и еще раз в нашу прекрасную Бурятию. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Можно отдать фотографии, как вы обещали? Можно. Да? Руки есть. Зовите Надежду, отдавайте. Ой, большое вам спасибо. Спасибо. Зовите, зовите. Надежда. АПЛОДИСМЕНТЫ Я рада. Я рада. Я рада. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо большое вам. Большое спасибо. Соединяйте людей. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы тоже путешественница, как и Людмила Ивановна? Нет? Нет, конечно. Да? А почему? Ну, конечно. Ну, теперь у вас есть возможность поехать в гости к Людмиле Ивановне. Да, ко мне в Белоруссию. Конечно. Нет, нет. Белоруссия тоже очень красивая. Нет, она вообще постоянно путешествует, поэтому можете присоединиться. Да, 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 сейчас слышу ее. Да, к ее маршрутам. Она с удовольствием вас поводит. И на Байкал съездите. Да. А дайте фотографии, кстати говоря, а то мы забудем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Узнаешь нас? Да, да, да. Узнаешь? Да. Ты меня прости, что где-то мы там с тобой растерялись, но я всегда помнила. И вот какой-то маршрут или что, видишь, вот дацанг. Да, да, да. А вот лама этой бела выносили. Где мы с тобой были, ты мне рассказывала. Спасибо большое. Слушайте, у меня полное ощущение. Спасибо, что дружба народу просветает. У меня полное ощущение, что Далай-Лама им помог встретиться. Ну, вообще, в буддистской традиции есть вот такая медитация на сострадание. И говорят, когда буддисты медитируют на сострадание, тогда возникают вот совершенно особые альфа-волны, которые помогают всем добрым мыслям воплощаться в реальность. Поэтому давайте мы тоже с вами будем медитировать на встрече. Всего доброго. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, не смотря ни на что. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»